Друзья, с вами Нильф Горн, это игра Avon Colony И я очень рад, что вам игра понравилась так же, как и мне Я вообще всегда радуюсь, когда те игры, которые я показываю А как правило, я показываю те игры, которые мне понравились И они вам заходят, это вот вдвойне радостно Потому что я могу их снимать, они будут вам нравиться Вы будете много ставить лайков Будут приходить новые зрители И это будет вообще потрясающе Потому что это всегда радует ютубера, стримера, неважно Не забывайте, не забывайте, что игрушку вы сможете скачать у нас в группе ВКонтакте Там специально есть альбом игровой Найдете фоточку этой игры и в описании этой фоточки вся информация подробная есть Еще хотелось бы сказать о том, что серии будут долгие Я буду по 40-45 минут снимать серии Ну вот начиная с этой Так что, ребят, если надо больше или меньше, пишите комментарии От количества комментариев я буду решать, как делать серии То есть, ну, может быть я буду очень нудным И 40-45 минут это будет слишком много Ну и давайте, наконец-таки, начнем Начнем, потому что Что нам первое? Экспортировать дынь 100 дынь Мне нужно дыни построить в первую очередь, чтобы их экспортировать Улучшить геотермальный генератор Достичь населения 50 человек Геотермальный генератор мы, в принципе, можем улучшить, наверное Улучшить до второго ранга 60 плюс 60 максимум энергии У нас сейчас сколько энергии? Так, 166 производится, требуется Да, 137 требуется Давайте погнали Стоимость 12 нанитов Это все у нас есть Так, еще давайте посмотрим Дыньки Мне нужны дыньки Ферма ранг 2, может быть, побольше поставить? Ну-ка, а дынник Рис Киноя А у меня нету дынь Я что-то вообще здесь дынь не вижу А! А-а-а! Это такие дыньки, оказывается Значит, у меня дыньки-то растут Давайте еще тогда Еще поставим Вот сюда куда-нибудь, да? Вот сюда вот Еще один заводик По производству дынь Ух, а что так холодно-то? А-а-а Наверное, потому что хранение Стоп Давайте я нажму на паузу Сейчас посмотрим Качество воздуха 97% В принципе, нормально Счастье 27 Среднее счастье 79 В минус Так, стоп Ну вот он Гетермальный источник Начал работать То есть Типа сейчас все хорошо должно быть Хотя, стоп Он же дает всего лишь мне энергию Он же не дает тепло, да? То есть Так что Типа Хорош-хорош Так, население Население Давайте ускоряем игру Потому что доступна новая миссия Построить вторую площадку дроностроителя Не так далеко от нашей колонии Находится грузовой контейнер На другом берегу Самого большого озера поблизости И в нем полно пищи и нанитов К сожалению, дроностроители Не могут до него добраться Построить вторую площадку дроностроителя В этой области Белый круг показывает дальность действия дрона Когда вы перетаскиваете его Расположите его так Чтобы грузовой контейнер оказался в кругу Как и ближайший Незанятый гетермальный источник Затем Свяжите его с колонии С помощью туннелей Это понятно Это понятно Можно вот такое делать Кстати Третьего ранга сразу А можно, ну, такое вот, допустим Вау Круг довольно-таки А, вот так вот То есть Видите, я не могу его построить За территорию За территорию Работы Моего, как бы Этого дрона, да? Так, а вот это что? Площадка дронов полицейского Ха, забавно Давайте здесь построим Они уже полетели Их сразу двое полетело Так, здесь мне Давайте вот Стоп, а здесь было сказано Заблокировано Да, значит Вот так вот нужно И вот так вот Окей Ну, пускай будет так И я Я так думаю Что вот этот вот Ящик заберу И вот этот даже Наверное доберется, да? Ну, посмотрим сейчас Как раз таки посмотрим А вдруг там Представляете Яйца чужих, да? Это было бы, кстати, прикольно Типа Вы нашли Ящик Забрали А там Чужие Которые спали К примеру Что-нибудь типа такого Представляете Такого Иммигрантов 5 штук Нам пришло Окей Здесь задача выполнена 34 на НИТа Один из ваших торговых центров Долго проставит В данный момент Он не указан Ни в одной Ни в одном контакте Торговый центр Так Торговля Открыть Вот так вот Окей Понятно Все То есть мы теперь Нехватка энергии Воу-воу-воу Теперь мы можем Как бы Ну понятно Хотя бы Что мы можем делать Так а здесь я Может быть давайте Парочку ветряков Воткнем Или еще Геотермальный источник Один А вот он только Да Ну ладно Окей Тогда Тогда солнечная Солнечная панель По-моему электричества Меньше Энергетическая батарея Ну-ка Поглощает электричество Из своей Энергозоны Или возвращает Хранимую энергию То есть это Ну просто накапливает Понятно Это кстати Может быть интересно Но сначала Давайте мы Воткнем Солнечную панель И кстати мы Наверное Вот эти Солнечные панели Можем промодернизировать А вот Солнечный модуль Производит Энергия Поставка Два электричества То есть Видите Его может быть Тоже надо бы Построить По-хорошему Ну ладно Сейчас посмотрим У нас Стоп Требуется 142 электричества Стоп Ах ты ж Зараза мелкая Ну ладно Пускай строится Пригодится Почему нехватка Потому что Просто нету электричества Не подключена она Ну в общем ладно Окей Теперь когда вы построили Вторую площадку Дрон строитель Выберите грузовой контейнер И нажмите кнопку Подобрать Это даст команду Дрону строителя Извлечь его содержимое И добавить его выше Ваше хранилище Так Ну как А ну да Они еще не рабочие Да Давайте дождемся Когда они достроят Все таки Вот максимальный Х8 скорость Понятно Это на пятерочку Вообще Пам Электричество включилось Все Подобрать Видите он начинает Он просто Он просто разобрал Контейнер Отлично 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 Давайте тоже подобрать Кстати дыньки Видите экспортировать У меня уже на 56% Выполнено это Понимаете да А с людьми Нужно что то делать Наверное Так сколько у нас здесь 16 100 Трудоустроены 16 из 36 Так что в принципе Не очень много Жителей Да То есть здесь еще не Заполнено все Жителями Так Ну-ка ну-ка Давайте посмотрим Вот Сооружение для жителей Может быть еще что Просто построить Такое Ну что Типа интересненькое Что нибудь Шахты Это тоже не то Наверное О Водяной насос А как у нас вообще С водой Это обстоят дела Хотя нет Воды у меня по-моему Достаточно Пока что Нам понадобится Больше хранилить Для складирования Всех ресурсов колонии Построите склад Без проблем Давайте склад Сразу здоровый Воткнем Я бы воткнул Вот где-нибудь Вот здесь Вот честно Давайте вот так вот Сделаем Но сначала Вот так вот Оп Мне кажется Так будет интересней И доступно Новое задание Спасибо за дыни Нам тут на орбите Не хватает риса Было бы здорово Если бы вы Прислали 160 единиц Риса Окей Ну-ка давайте Вот так вот Не вот так вот А то есть Я выполню это задание 160 единиц Риса Вот посмотрите Мне тут Нанитов 5 нанитов И кукурузу Дали Здесь Импортировано Экспортировано То есть А Купил я кашу Экспортировал Дыни Да я так понимаю Один из ваших Торговых центров А ну понятно Он простаивает Вы подобрали Заброшенный Хлеб Золото Нанитый Офигеть За задание Еще 5 нанитов И кукуруза Нанитый Рис Вообще шикарно Постройте Энергобатарею Странно Почему он просит У меня энергобатарею Построить Но я построю Типа Ладно Окей Не страшно По поводу риса У меня есть Дыньки Понятно Давайте Построим рис Они нам просят Склад Так не то Мало Вот здесь Перепутал Кстати Теплица Интересно Выращивает Пищевые культуры Выращивает культуру С 50% Эффективностью Зимой Может быть Зимой Зимой Их Ну типа Понимаете Да Может быть Поставить И зимой Их использовать А Но здесь Вот видно Что Допустим Где рис 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 Вот он Рис Вау Очень все Плохо С рисом Он не везде Растет Он растет Вообще В очень В очень Малых Малых Местах Вот здесь Давайте Пока Рис Поставим Теперь у вас Есть Энергетическая Батарея Давайте Построим Громоотводную Башню Она может Защитить Вашу колонию От ударов Молнии Которые Бывают Зимой Громоотводная Башня Защищает Постройки Только в Радиусе Своего Действия Поэтому Стремитесь Охватить Как можно Больше Построек Такую Башню Следует Расположить Как можно Ближе К центру Колонии Понятно Ох да Она Достаточно Много Посмотрите Она Очень Много Защищает Ну давайте Вот здесь Так Рис Он уже Начал Производить Я так Понимаю И здесь Можно Кстати Сразу Задать Экспорт Риса Вот Экспортировать Рис Ну ладно В общем Экспортировать Давайте Ну люди Потихонечку Добавляются Мне 12 Нанитов И кукурузы Дали Потом Подобрано 5 на пути Эмигранта К вашей Судно Из центра Эмигранта Состыковалось Орбитальным Кораблем А То есть Еще Эмигранты В качестве Награды Понятно Командование Поручает вам Дальнейшее Развитие Колонии Возведите Еще 3 Сооружения Любого Типа Не считая Туннелей Реши Не о том Какие сооружения Больше всего Нужны Колонии Вы примите Самостоятельно Обратите Внимание На индикаторе На индикаторе Состояние Колонии Находящиеся Внизу Экрана А также На доступные Слои Отображения У меня У меня У меня У меня Плюс 1 Вода Тут Идет Кстати К счастью 81% На ниты Плюс 1 У меня Потихонечку Они Растут Так Где то здесь Режимы Слоев Вот Допустим Слои Качество Воздуха Все На высоте На самом деле Все В зеленой Зоне Посмотрите Да Все В зеленой Зоне Хоть И вниз Как то Падает слои и ресурсы может быть еще а склад хотя склад я здесь построил так окей дает поддает потребление дает не потребляемые товары она вот не потребляемые то типа не еда я так понимаю свои жилья и здесь занято но вот видно что здесь прям предел занятости 16 из 16 здесь 0 вообще да видите здесь вот 28 окей счастье вот здесь вот не очень только вот что-то здесь почему-то не очень а почему почему качество воздуха типа вроде бы все нормально но ну типа жить житель счастья 50 процент почему интересно здесь не очень вот что что их а вот транспорт в минус видите то что далеко похоже да здесь смотрим видите тоже транспорт минус то что далеко просто находится это так а вот здесь вот вообще все ровно то здесь непонятно они сами не знают тип хорошо им или плохо я так думаю так давайте дальше посмотрим здесь дроны все отлично сооружение тоже все отлично так вот здесь сейчас починится электричество занятость жилое сооружение так ну а но это понял направленность так и и да так ладно в этом разбираться типа я не знаю давайте посмотрим ну типа зачем разбираться в этом если можно просто что-то построить я так думаю технологический исследовательский центр давайте забабахаем исследовательский центр я думаю будет интересно да давайте очень это вот так вот мне кажется будет как раз таки интересно что он на себя представляет что он вообще может исследовать торговое судно пришло миграционное судно пришло тоже отлично вот как раз таки люди выполнены видите на нит и дыни мне дали и новое задание численность населения вашей колонии достигла 50 следующая задача 100 колонистов не спешите и заработать заботись о безопасности здоровье и счастье жителей конечно не буду спешить без проблем вообще я не люблю в таких играх спешить только когда знаете уже ты такой досконально разобрался в игре и точно знаешь что что тебе нужно что конкретно нужно в том и в том или ином моменте и тогда ты уже такой спешишь реально исследование не выбрано пишет мне смотрите амаранти амарантиум 23 единицы хранилище колонии стимулятор напиток стимулятор для производства требуется химический завод гроздь и бобы давайте вот это вот пускай начнет потихонечку спасибо за поставку риса а вы знаете что броккли содержит вещества снижающий риск заболеть раком пользу в этом никакой нет а ведь это древняя болезнь была побеждена на старой земле столетие назад но все равно забавно пришлите нам 200 единиц пожалуйста такой типа знаете выпендрежник да так давайте посмотрим у меня вообще броккли то производится так зима пришла броккли нет броккли у меня не призвал посмотрите броккли вообще здесь просто очень плохо растет везде притом очень плохо растет но вот тут вот можно да вот тут вот вот так вот можно вот я наверное вот так вот даже сейчас вот так что вот так вот сделаю то есть вот здесь вот брокколи вроде нормально еще росло так отлично с электричеством опять же у нас ну такое видите у нас 3 233 224 но под предел под предел под предел стоит так здесь потихонечку изучается так давайте подумаем с электричеством что сделать можно батарею поставить можно такие генератор вообще на самом деле я не знаю честно скажу я не знаю что выгоднее ставить потому что все это должно проверяться опытным путем хотя здесь написано на нитов 9 6 энергии на не то в 12 8 энергии дает то есть видите в чем прикол зато это смотрите производит электричество и солнечного света и отражающего света газового гиганта производит только 50 процентов энергии в течение зимы этот же обеспечивать небольшой поток электричество благодаря ветру также может работать в режиме вентилятора разгоняет токсичные газы потребляя электрическую энергию а вот так вот да режим вентилятора вон оно что зато он я так понимаю круглые сутки работа и стабильно дает ну типа от ветра от ветра дает стабильное электричество так ну-ка давайте-ка мы ребят знаете что сделаем а здесь дальше типа строить уже нельзя да да я так и подумал давайте геотермальный источник еще сейчас построим вот здесь вот проведем туда еще как видите я поставил нано роботов ну или дроны строителей и к ним как раз выберите награду соли калия на ниты соли калия давайте возьмем экспортируем брокколи брокколи до сих пор давайте вот так вот еще даже улучшим но типа о 238 239 под пределы иду электричество так электричество еще мощное сейчас вот такую ставим так и геотермальный источник второго уровня ребятки об об также мы сейчас должны взять сейчас на я только найду где это мне нужно вентилятор по вентиляции помните мельница это что такое сужение управляющие ресурсами склад мельница с помощью передовых нанотехнологий производит твердую пищу из сырья в том числе из несъедобных местных культур вот достижение по достижении второго ранга тоже производит потребительские товары химический завод вот это интересная штука вот вот здесь вот воздушный фильтр давайте нагнетатель воздуха поставим вот сюда вот я думаю этого будет достаточно обитателя орбитального корабля наслышно про вещество под названием лазурный блеск и его лазурный блеск по-моему это какой-то наркотик был из какого-то фильма если я не ошибаюсь его примечательным воздействие на человеческий мозг ну точно наркотики говорят его производство требует переработки нескольких видов местных растений эйвен прайма айвен прайм айвен не знаю как про эйвен написано эйвен значит эйвен теперь когда у вас есть исследовательский центр поручите своим ученым разработать методы производства лазурного блеска а типа наркоты захотелось немножко ну ладно лазурный блеск так блеск вот он давайте его начнем да вот он начался производиться экспорте брокколи экспортировать вот я вроде бы сделал да но но типа здесь людей неполные работает так стоп 35 вот так мне нужны дома я понял мне нужны дома и давайте небоскреб может вот нет слишком круто типа тоже слишком круто тоже слишком круто давайте вот сюда вот можно воткнуть или вот сюда вот как раз такой туннельчик получается по моему по моему круто будет ускоряем сейчас скорость смотрим сколько у нас потребление электричества все нормально а сейчас только 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 где нормальный генератор построить так стоп не дается привлечь сооружение нагнетательный вентилятор при простаивает долгое время понятно то что у меня людей нету и работать негде да то есть понимаете ну ладно сейчас я думаю это проблема сама собой решится иммиграционное судно пристыковалось ну да понятно так есть четыре человека смотрим счастье тут все хорошо смотрим здесь здесь тоже все хорошо вообще вот параметр вот он вот он вот здесь вот только не очень все хорошо так здесь просто транспорт просто доступность скученность клонист становится менее счастлива по мере того как их жилье становится более плотно заселено ввиду прироста населения в колонии типа не понял преступность а вот это вот уже не не весело преступность вы видели типа растет но как бы типом слабое производство воды видите атмосферный конденсатор нанитов для постройки требует 7 энергии работников 3 извлекает скромное количество воды из атмосферы эффективность ниже чем у водяного насоса но может произойти воду где угодно также может расщеплять воды и проезжать так ладно киев водяной насос давайте водяной насос вот видите видите опять появилась такие где типа воды больше где воды типа больше вот здесь от вообще воды много очень вот здесь от воды вот давайте здесь воды и оставим пускай пока начинают строить но ребят вы вот типа тут ругаетесь что тут вообще непонятно что им не нравится там никого нету чтобы поработать там еще колонисты предпочитает добираться из дома на работу короткими путями по туннелям им не нравится ходить через постройки от ли отличный от туннелей а вот теперь понял проблему то есть через постройки им не нравится ходить значит обязательно обязательно нужно проделать вот такие вот туннельчики теперь понятно в чем смысл этих туннелей теперь понятно и здесь наверное тоже самое да 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 то есть им для дома дал обязательно должно вот так вот быть то есть нельзя строить как я типа строил ну так вот на на пофиг типа понятно Теперь понятно, и здесь нужно было тоже соединить. То есть они всегда должны быть соединены. Так, вот здесь даже можно вот так вот. Ладно, это не проблема. Это не проблема, это наоборот хорошо. Так, я, кстати, выполнил, по-моему, задание на... Стоп. Исследование, химический завод. Так, сейчас мне нужны просто тупо люди. Постройте химический завод. Вот это вот погодите. Сейчас мне нужны тупо люди. И пускай они приходят, потому что... А что мигает? Видите, мигает чего-то. То есть в данный момент я давайте вот так вот ускоряю. И мне просто тупо нужны люди. А, с водой, видите, не очень все хорошо. Зимние предупреждения. Внимание, приближается зима. Урожая на фермах не будет. Урожая на фермах вообще не будет. А вот это типа не весело. Это типа не весело. Погоди-ка. Это вообще не весело. Стоп. Давайте мы возьмем маленькую вот такую вот. И арбуза вот сюда вот, да? То есть воткнем. Наверное, даже я бы еще одну воткнул. Ну-ка. Ой, вот так вот. Посмотрим, что у нас здесь еще растет. Вот, по-моему, кукуруза получше растет. Вот так. Не удается привлечь работников. Ну, ладно. Рано или поздно заработает. Рано или поздно заработает. Я сейчас даже не буду напрягаться. Мне просто тупо нужны люди. Больше людей, больше людей, больше людей. Еще раз больше людей. Смотрим, счастье. Везде все отлично. Везде все отлично. Транспорт. Вот тут только проблема с транспортом. Почему-то непонятно пока что. Почему? Типа слишком далеко, что ли? Или что у них? Блин, как же замерзает. Крипово. Серьезно, крипово. Да безумие крипово просто. О-о-о, видели? Молнию поймал. Я так понимаю, молнию поднимает. И сюда сразу, ну, в хранилище электричество складывается. Скорее всего. Мигранта. Семь человек пришло. Падение в громотвод. И что, он теперь каждый раз будет писать? Для чего? Непонятно немножко. Так. Сюда люди пришли. Ну, они мне хотя бы дадут еду. Минус, смотрите. Пища минус. Пища минус. Странно, конечно. Где можно... У меня теперь вопрос, типа. Все колонисты. Максимум вместимый 104, 103. 93 у меня уже есть. Всего сооружения. Используем вместимость жилья 89%. Я так понимаю, несчастных колонистов ноль. Инфицированных. Тоже, похоже, ноль. Вообще не написано так. Давайте посмотрим, знаете, вот так вот. Типа занятость почти полная. Я думаю, я думаю, еще нужно один домик построить, да? Только домик нужно построить где-то... Допустим, может быть, вот здесь вот. Как думаете? Может быть, вот такой вот, да? То есть, видите, то есть, такая направленность. Можно даже вот такой забабахать. А? А? Каково? По-моему, круто. 34 энергии требует. Требуется 34. У меня 33. У меня 33. 33. Давайте мы еще, знаете, что построим? Я знаю, что мы построим. Мы, наверное... Нет, ничего не построим. Вот сюда вот один человек. Придите, и будет все отлично. И все будет отлично. Ладно. Допустим... Допустим, нет, не могу ничего улучшить вообще. Серьезно, не могу. Не везде получается что-то улучшать. Ну ладно. Ладно, не будем торопиться. Наверное, тогда просто нужно подождать. Ускоряем скорость. 200. Кстати, новое задание. Я людей, типа, набрал 100 человек. Население вашей колонии достигло 100 человек. И пришла пора для референдумов. Ваша задача в этой миссии выиграть свой первый референдум. Обеспечить счастье колонисту, чтобы победить. Нужно, чтобы хотя бы 50% жителей колонии были счастливы. Первый референдум пройдет в следующем году. По-моему, они, типа, счастливы. Я, конечно, не хочу, типа, утверждать. Но, вроде бы. Кстати, про брокколи я затупил. Надо было уже экспорта настроить. Вот я, дурашка. Построить химический завод, выиграть референдум. Так. Зимой энергоснабжение будет 278. Видите, что пишет? То есть, пока вот эта штуковина не заработает, все будет очень плохо с энергоснабжением. Поэтому, давайте, знаете, как поступим? Мы возьмем вот так вот. Пока построим здесь вот такой вот домик, да? А потом, потом мы здесь фазенду вот эту огромную застроим. Наверное, так будет правильно. Так, сейчас вот как раз-таки... Оп-оп, люди. Еще 9 иммигрантов пришло. Как у меня с людьми. Так, вообще, это... Так, стоп. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Где-то я же как-то открывал. Ага, вот здесь вот. Нет. Где-то вот. Вот. Максимум вместимым 158. Всего клонится 100. Ого-го-го-го. Отлично. Так что разгоняемся. Разгоняемся. И ждем спокойно. Брокколи, смотрите, уже половину отослали. Так. Электричество. Энерго. 304 будет. Мне еще нужно. Еще здесь мало. Нет. А почему электричество тогда увеличилось? Производство электричества увеличилось. Странно. До сих пор ни одного человека здесь нет. Экспортировать 250 ячменя. По-моему, он у меня добывается. Да. По-моему, он у меня добывается. Я не помню где. Нет. Нет. Так. Я, значит, ошибся. Ой. Ой-ой-ой-ой. Да. Вот, по-моему, вот так вот. Я могу, конечно, да, то есть перенастроить вот так вот. Допустим. Оп. И все. То есть, понимаете. Наверное, так будет правильно, чем еще одну ферму строить. Так. Склады, хранение. Ребятки. Проблема. Проблема со складами. Ну-ка, сейчас. Бля, я не помню. Ой. Прошу прощения. Не помню. Не помню, где склады. Вот они. Склад ресурсов. Так. Давайте где-нибудь вот здесь вот его, наверное, забабахаем. Такой вот мощный, да, второго ранга. Все дела. Мельница. Вот это, конечно, тоже нужно было бы построить. Опять же, вот. Смотрите. Буря осколков приближается. Чуметь. Газировки пришла. Ну, ладно. Типа, приближается, приближается. Я, типа, что я могу поделать? Я маленький человек в этом городе. Я всего лишь мэр. Я не супермен, чтобы отстанавливать метеориты. Что они от меня просят? Йо-о-о, ребятки. Вы посмотрите, что происходит. Метеориты падают. Просто падение метеоритов. О, боже. Метеоритный дождь, что ли, это? Нет, фу. Слава богу, по-моему, все. Падение метеоритов вроде бы я пережил, да? Или там были просто какие-то осколки? Или метеориты? Падение осколков, по-моему, каких-то, да? А осколков чего? Непонятно, ребят. Кстати, по поводу электричества. Тютелька в тютельку. Прямо какими-то скачками у меня здесь все с электричеством. Прямо тютелька в тютельку. Смотрите, там оно больше-меньше падает. Че-то как-то непонятно, как так. Давайте мы еще, знаете, что построим? Мы хотя бы ветряк построим. Потому что он как-то работает, типа, ну... Типа, может работать... Кстати, вот так вот, по-моему, он может работать. По-моему, да. То есть его можно... К нему не нужно... Вроде бы, да, видите, у нее счастье, типа, нет? О-о-о, вот здесь вот не очень все хорошо. Качество воздуха, говорят, не очень хорошее. А если я снесу... Утилизировать... 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 Давайте утилизируем это здание. Мы сейчас сюда проведем... Проведем сюда, ребят. Вот так вот. Надеюсь, качество воздуха здесь повысится. Потому что с воздухом вроде бы должно все быть на... О-о-о, нет. Вот здесь вот хорошо. Вот здесь вот не очень, ребятки. Ну-ка, давай-ка улучшим тебя. Восемь... Бам! Давайте смотрим... Как у нас с воздухом происходит. Тут вообще все плохо, оказывается, с воздухом. Я что-то и не думал. Еще улучшаем. А качество воздуха вообще все плохо, ребят. Блин, что-то я как-то поздновато Почему, почему, почему Почему у него Так все плохо с воздухом Давайте здесь еще улучшим Так, где еще надо бы построить Построить Может быть прямо где-то здесь вот воткнуть Ну, не знаю, вот тут вот, вот тут вот воткнуть Давайте вот где-нибудь здесь еще Воздушную эту штуку Мы построим воздушный фильтр Аааа, знаете в чем проблема Не хватает электричества, тупо не хватает Электричества Блин Сюда нельзя поставить, блин Давайте, оп Оп Так, как с электричеством Ааа, есть у нас Сколько, 6 Требуется 6 энергий, давайте вот здесь вот сюда Вот Вот так вот Стоп, здесь Не-не-не-не, утилизиров... Утилизировать Так Куда-нибудь вот сюда, давайте Давай-давай-давай-давай-давай Строим-строим-строим-строим Год выборов Начался год референдума Горожане будут голосовать в конце сезона зимы В начале каждого сезона вы будете узнавать результаты опросов А в конце года получите результаты голосования вы должны получить большинство голосов чтобы остаться на посту боевой дух и моральный дух 55 в заполненность жилья 86 качество воздуха первая проблема прям эта проблема на высоте я бы сказал но мы сейчас изо всех сил будем стараться эту проблему решить я честно говоря даже не знаю как ее колонии герметизирована колонисты будут недовольны если воздух у них в домах или на рабочих местах испортится может быть вот это вот поддерживая колонии содержание кислорода подобно земному он намного дороже воздуха очистить но и эффективнее и уязвим к выбросам ядовитых не уязвим к выбросам ядовитых давайте его еще ну что что остается что мне делать а что мне остается делать 36 тут почти заполнить 54 смотрите я кстати могу улучшить его давайте улучшим а как он улучшается он все просто чипа выше становится да по моему он выше 100 до 54 жителя он теперь вмещает вот здесь вот получше стал вот здесь вот видите получше стало с воздухом вот здесь вот еще по чем не по 2 что ли таких ставить что ли я не знаю я не знаю но серьезно получается так мне нужно как-то прям в разы в разы в разы мощный мощный обновление выборов красным притом написано так опять тут все плохо у нас согласно прогнозу сезона референды вы получите 57 процентов голова вам нужно получить большинство голосов чтобы сохранить здесь же дышать невозможно в колонии не хватает туннелей для передвижения здесь не хватает медицинских учреждений сфера обслуживания пункт раздачи стимуляторов поддержите распространение стимулятора изготовленных из-за местных видов растений и способных влиять на дух здоровья и производительность колонии парк у родничный магазин центр виртуальной реальности так так понятно закусочная ребят закусочная понимаете закусочная вот здесь вы давайте построим вот здесь мы сейчас дорогу вас поставим и вот здесь вот так вот сделаем так вот так вот давайте строить и все у меня на все людей не хватит но ладно плюс 2 развлечения дух духах как бы дата здесь смотрите воу воу в закусочной сколько народ сразу начало то работать пункты раздачи стимуляторов тоже пошло сразу да здесь ни одного ни одного здесь нет человек путь ну почему почему нету так транспорт транспортный штраф 1 и 5 2 и 0 транспортный что почему здесь блин ребятки я немножко не понимаю или или здание знаете чем проблема скорее всего надо было надо было со всех сторон обвести наверно так или нет или они неправильно понимаю эту систему как это вообще работает так вот это что такое блин а можно это снести нафиг нет нельзя ну вот зараза какая-то штуковина построилась и теперь я снести не могу так давайте вот так вот ускорить значит но сейчас уж точно мы референдум должны дождаться да то есть потому что по-другому никак как у нас воздухом ну более не нет не более-менее все плохо на самом деле вот здесь вот везде плюс плюс вот здесь вот здесь даже в плюс пошло а вот здесь вот в минус идет видно что в минус идет и это как раз таки не очень хорошо блин я ребят не так все просто не так все просто у нас до сих пор не хватает людей до сих пор не хватает людей вот обновление выборов согласно прогноз сезонного референдума вы получите 67 как я улучшил до 67 процент голосов вам нужно получить большинство голосов чтобы сохранить за собой пост губернатора здесь же дышать невозможно да 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 понятно все все понятно проблема именно с дыханием на линии выбор 67 выработано амарантиум где где где-то пункт раздачи амарантиум выработано а его типа нужно производить что ли да похоже ребят ладно окей сейчас чем придумаем торговый экспорт понятно здесь вот с этим вообще с кислородом ребят прям прям великая беда но посмотрите прям вот реальная беда так давайте вот здесь вот еще может быть я неправильно изначально поставил ой не не вот здесь можно отменить отмена может быть я изначально поставил неправильно строительство то есть нужно было как бы это сказать как бы это правильно выразиться там с каждом уголке наверно нужно было строить ну ладно давайте ускоряем 67 процентов за мы наверное в этой серии все-таки узнаем об задача выполнена отлично 9 иммигрантов отлично так здесь как-нибудь вот вот так вот давайте да сделаем и как раз таки сейчас вот 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 здесь посмотрите 2 и 0 штраф вот как это понять как это понять штраф то есть минус 26 духа колонисты предпочитает добираться из дома на работу коротким путем по туннелям и мне нравится ходить через постройки отличные от туннелей давайте еще посмотрим может быть у меня где-то не подведена дорога к домам может быть ну вот же подведена или ребят напишите пожалуйста я буду вам очень благодарен если кто-то знает может быть их надо прям вот ну так сказать со всех сторон дорогой обводить если так то это конечно все меняет новые задание у нас да и портирует златоцвета златоцвет а что такое златоцвет простите я чувак я ей прости я я не знаю что такое златоцвет давайте у него спросим а ячмень говорит просто типа можно видите златоцвет я не знаю где здесь типа окей с электричество вообще все плохо вот так вот делаем потому что у нас с электричеством просто реально все плохо я как бы не знаю что сделать чтобы электричество было в плюс сейчас потому что я я в небольшой беды так давайте-ка здесь смотрите прям вообще все плохо конечно мы сейчас быстренько отстроим хотя бы солнечные панели хотя бы в плюс выйти даст 393 вот сейчас солнечная панель еще вот это нам не даст выхода вот в плюс прям вообще притык притык же работаем ребят опять же дальше смотри вон вот так вот должно быть понятно окей вот сейчас вот хорошо а дальше смотрим преступность у преступность все плохо знаете как мы сделаем мы плазмене нет не только плазменный турель вот по моему хорошее решение мы сейчас так просто построим вот такую вот штуковину вот здесь видите я закрыл дорогу вот это неправильно ну ладно давайте вот здесь построим если что еще здесь построим блин электричества не хватит сейчас опять черт да прям впритык два не хватает давайте еще еще одно вот так вот а собственно я выбора то и выиграл нехватка энергии сейчас все решим выборы я выиграл и на этом наверное я буду заканчивать а победить стоп победить на референдуме пишет вот завершено 0 население вашей колонии достигла победить на референдуме вот сейчас вот похоже на референдуме будем так то есть после зимы вот победа на выборах примите поздравление вы получили 73 процента голосов и вновь станете губернатором вот что говорят клонисты которые голосовали против вас мне слишком далеко идти на работу в этой колонии закон и порядок не воспринимают серьез мне не хватает торговых центов и орбитального корабля это победа разблокировал новые специальные социальные политики это ребят круто это реально круто и вот сейчас я точно уже буду заканчивать потому что вот таким вот образом наверное я и буду снимать эту игру надеюсь вам очень сильно понравилось потому что лично я в восторге мне прям вот вот прям вот зашла игрушка очень интересно на самом деле смотрите наблюдать как тут все происходит как тут все развивается построить небоскреб построим ребят построим как тут все развивается как тут все стремится к вот к этому развитию почему почему заблокировано пишет почему я я не понимаю тебя почему почему дороги не работает так может быть сделать но типа а может быть от этого дома далеко кстати точно вполне вполне возможно поэтому небоскреб он просил меня построить вот этот он меня просил построить блин вот здесь бы как раз таки воткнуть я могу сделать вот так вот я могу сделать вот утилизировать пути лить в общем это уже следующей серии здесь мы воткнем небоскреб ставьте лайки подписывайтесь на канал всем всего удачи и пока